Друзья, всем привет, всем здравствуйте! Сегодня будем смотреть на Рину Чаронто, на то, как он себя чувствует в рандоме, но, к сожалению, только, ребята, в формате реплей, потому что у меня этого танка нету. Да, на Евросервере вышла новая ветка итальянских тяжелых танков с механизмом дозарядки. Это вам не ледяные великаны, здесь вполне себе достойная балансировка этих машин. Итак, давайте быстренько по техническим характеристикам и потом посмотрим на этот танк, к сожалению, в формате реплея. Итак, что мы знаем, ребята? Давайте мы с вами, наверное, начнем с самого орудия ДПМ-2679. То, что вы видите у себя на экране с правой или с левой стороны, особо не обращайте на это внимание, потому что это показатели в стоке. Я же вам буду зачитывать показатели с оборудованием, с амуницией, со снаряжением и, скорее всего, со стопроцентным экипажем, но это не точно. Итак, разброс 0,306. Дальше. Время сведения 3,1 секунда. ДПМ, я уже сказал, 2679. Перезарядка между выстрелами 3,3. Время дозарядки первого снаряда 9,4. Второго 8,1, скорее всего, будет снарядов 2. Что касается, ребята, пробития. Ну вот здесь очень сомнительно. Человек, вот единственный вопрос к тебе, дружище. Ты катаешь на досылателе. Я рекомендую такие танки катать на калиброванных снарядах. И именно потому, что у него стоит досылатель, пробитие так себе. На ББшках 257, на кумулях 320. Я уверен, что ты в случае, если поставишь калиброванные снаряды, будешь иметь на кумулях 340, а то и больше. Вот, на фугасах 65. Что касается среднего урона, то на ББшках здесь 420. Средняя альфа на кумулях 370. И на фугасах 520. Но могу сказать, что неплохо. Что касается максималки, то здесь 40 км в час. Скорость поворота 40. Корпус. Корпус поворачивается со скоростью 43 градуса на секунду. Итак, что касается брони. Во лбу башни 205 мм. В бортах башни 120. В корме 40. Вообще слабо. Корпус 130. Но есть ощущение, что может танковать ВЛД. В бортах корпуса 75. Фальш бортов не вижу. В корме 43. Ну, корма вообще слабенькая. Ну, что. Пришло время, наверное, посмотреть на этот танк в рандоме. Посмотрим, как он себя чувствует. Ну, что, ребят. Переходим, наверное, к самому интересному. Ну, конечно же, надо глянуть на этот бой. И то танкует этот танк. Не танкует. Как он стреляет. Ну, просто... Конечно же, мы с вами можем это наблюдать все со стороны. Сказать точно, не поиграв, достаточно тяжело. Так, ну что. 30 км в час. Ну, я не могу его назвать очень медленным. Но в целом... Даже есть какая-то подвижность. Не слупочно. Вот башня... Как будто бы... Нет. Тяговооруженность нормальная. Скорость поворота корпуса вменяема. А вот башня как будто бы долго вращается. Но это опять-таки нужно смотреть все, когда сам играешь на машине. Так, углов склонения. Я что-то... Либо мне не предоставили информацию, либо я этот момент упустил. Сейчас, подождите секундочку. Была ли эта информация на почте от человека? Я сейчас попробую найти. Ну, вряд ли я сейчас найду. Ладно. Мы сейчас выйдем, посмотрим. Удивительно. Тяжелые танки даже не рашат направления вражеские. Прикольно. Рина, что там... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во, броня, ребята. То есть, нижний бронелист пробивается. Борта... Башня очень круто забронирована, но на ББшках. Повторяюсь, у нас здесь почему-то человек решил не калиброванный снаряды ставить. То есть, поэтому пока что это вроде бы не очень хороший показатель оценивания брони, потому что у нас, по сути, не очень много пробития. Так, счет 1-2. Ну, тут надо дозаряжаться. Пока непонятно, ребят. Напишите обязательно в комментариях, кто в курсе, как лучше выдавать первым, последним. Либо же можно сразу двумя. Но сразу двумя, очевидно, нет. Так, хорошо. Да, я думаю, что... Блин, но вот в такие моменты, особенно, когда ты дозаряжаешь последний, ну, нужно либо вообще засейвиться и не выдавать, либо же просто выверенно и точно дать этот выстрел. Боязно, понимаю, боязно. Яга. Подожди, куда Яга его пробила, кстати? Давайте-ка хоть гляну, куда она его пробила. Ну, короче, это, скорее всего, через каток. Да, через каток. Потому что в башне отверстий нету. В НЛД даже нет отверстий. В верхнем бронелисте. Либо каким-то образом они не отрисовались. Так, форсаж. И две ремки стоит. Так, а по амуниции улучшенное топливо и две еды. Хорошо. Вопрос обязательно рассмотри. По поводу калибровки. Обязательно посмотри. Я думаю, что так лучше играется танк. Я про оборудку. Легендарку, по всей видимости, пока что не завезли. Но тут надо скорее-скорее вкатывать. Потому что прям боюсь, что останешься без... Мало того, что ХП, так еще и без урона. Две четыреста. Скорее всего, тут стоит доп не к броне, а доп к ХП. Две четыреста сорок четыре. Какое-то неровное число. Оборудка, амуниция, снаряжение. Все по классике. Все как у обычных прокачиваемых танков. Те, которые появились в игре там сто лет назад. Вот этот очень удачно, кстати говоря, поджог. Так, ну, окей, три тысячи сто пять. Так, вы остались вдвоем. Надо забирать по возможности. Да что ж за вы... Либо посмотри, опять-таки, в той же самой оборудке, посмотри, может быть, разброс улучшить. И ухудшить сведение. Либо просто, блин, сводить. Ну, как это возможно? Я не верю. Один в три на танке, у которой полторы тысячи хп. Обалденно. Ну, в смысле, нет, конечно же. Здесь все правильно. Приоритет расставил корректно. Но, блин, зачем? Из аркадки. Вкратце о броне. Пока брони нету. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, хорошо. Силуэт низкий. Может из-за этого что-то получиться. Ой, только не в маску. Только не в маску. Чуть-чуть подпало. Немножечко. Но это такое, знаете, ребята, знакомство. Формат знакомства. Ну вот что ты... Опять аркадка. Опять дурацкая аркадка. Все тебе портит. Понимаешь? Прикол в чем? У тебя 38 хп. И это буквально означает, что ты можешь стесаться у ВК-72. Тебе повезло, что он не дает фугасам. Тебе крупно повезло. Что, на каток будешь ставить? Или дозаряжать? Я бы на каток поставил. А-а-а-а-ой! Как же это рисково! Жесть какая! 5600 Ну, естественно, мастер Естественно, мастер Если ты посмотришь мои стримы, то Почему-то на СНГ сервере Я не говорю, что здесь хорошо или плохо играть Ни в коем случае Но, как правило Как правило Там бы такое не прокатило Может быть, повезло Я тут, слушай Не хочу сказать не то, что ВК-72 прям, ну, ладно Хочу сказать, тысяча боев Хотя, ребята, у нашего героя 25 тысяч боев Так что, вот, к слову, анубки Ладно, ребята, вот такой вот танчик Если конкретно ты играешь На Евросервере, обязательно Обрати внимание на этот танк Все, народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца Поставили лайк, ну и, конечно же Подписались на канал Всем пока-пока